Область презентовала будущий аэропорт на международном экономическом форуме. На минувшей неделе в Сочи прошла встреча глав регионов России и представителей зарубежных государств и инвесторов. Саратовская область презентовала несколько проектов. Стенд нашего региона лично посетил премьер-министр России. Подробнее в сюжете Екатерина Квальчук. Макет будущего аэропорта в Собуровке премьер-министру России показали в 3D-формате. За время презентации удалось рассказать о проделанной и предстоящей работе. Так, по словам губернатора области, уже в октябре завершится укладка взлетно-посадочных полос. А пока ведутся эти работы, проектировщики уже разрабатывают второй этап строительства. Синхронизируем все свои проектные решения и в феврале уже приступаем к строительству аэропортного комплекса, к разворачиванию тех работ. И, соответственно, все инфраструктурные проекты синхронизируем. Это тоже для нас сегодня важнейший проект, который не просто идет в сегодняшних условиях, но мы двигаемся вперед. Отдельный сектор стенда Саратовской области был посвящен развитию сельского хозяйства. Одной из острых тем обсуждения среди чиновников всех уровней стало импортозамещение в России. Готовность работать на экспорт наша область показала примером строительства балаково-перерабатывающего предприятия масличных культур. Саратовская область в состоянии полностью заместить своим продуктам, заместить сельского хозяйства. Соль? Соль, полностью, наверное, на всю страну. У нас 160 тысяч действующего орошаевого калина. Мы перспективу планируем плюсом 200 тысяч гектаров. Инвесторы признаются, новый промышленный комплекс станет вторым в стране по мощности переработки и будет рассчитан на 600 тысяч тонн в год. Уникальность его в том, что в Саратовской области очень много орошаевых земель, и мы сделаем элемент, которому орошаевые земли и орошаевые сои, перерабатываем здесь. Это проект сейчас, или оно сейчас завершается? Это действующая, вот это действующая уже вещь, часть всего. Второй этап строительства еще одного комплекса, но уже по производству продукции комбикормов из сои. Ранее основным импортером этой сельхозкультуры выступали США. Будущий промышленный комплекс позволит не только вывести на российский рынок саратовскую продукцию, но и обеспечит модернизацию оросительной системы в Балаковском районе. Это модернизация с одной стороны, мировых ходов, со всей его системой. И установка, во-первых, производства. Мы пытаемся, чтобы мировую технику, американскую производство поливно-поливных машин, линейку, открыть у себя. Если мы по этому объему пойдем, мы будем иметь такую возможность. Реализация данных проектов позволит на 50% заменить импорт соевых бобов и на 100% соевого широта. Участие в Международном инвестиционном форуме обеспечит региону поддержку в федеральных программах, рассчитанных на финансирование, модернизацию и возведение новых экономически важных объектов. Соответствующее соглашение было подписано между Валерием Радаевым и министром промышленности и торговли страны в минувшую субботу. Спасибо, спасибо.